всем доброго времени суток уважаемые любители киберспорта сегодня у нас день тоф то в соло сегодня у нас встречается в категории classic от категории vip ребята ничего личного и афк карта у нас зона и давайте потихонечку смотреть насколько мне известно афк это у нас игрок не из-за небезызвестного клана arm power действующих чемпионов у нас танков онлайн именно в турниры мастеров за 40 это говорит о том что игрок определенно опытный против стоит ему ничего личного насколько мне также известно он выиграл то в соло джуниор на рельсе на той же том же турнире мастеру за сот только вот в категории соло поэтому сегодня в очередной раз встречаются два сильных игрока и трудно делать какие-то прогнозы не интересно какие сетапы ребята выберут на так я бы поставил на ничего лично но насколько я понимаю в афк все-таки должен быть получше гараж все-таки подняли они мало кристаллов на первое место смотри ничего личного вообще по крайней мере восприкошет его не прокачен вообще 0 степени прокачки так ну что ж будут происходить дэлит и мы уже объективно адекватно оценим что у нас и деле игроки ну в общем я бы поставил на ничего личного конечно так как он неплохой дуэлиант но все-таки мне кажется разрешает тут гараж а вот ничего личного у нас не бывает викинга и зиду сколько я понимаю м4 да правда резист у него почти не прокачен а у нас дуэль викинга и зид это очередной раз на карте и смотри на самом деле ничего личного покруче ситуации потому что у него изначально 35 да да действительно ничего личного больше резист и должен выигрывать по крайней мере в этом противостоянии но изначально у него было меньше хп и поэтому не очень маленькие такие проблемы но дуэль визит на самом деле даже не знаю по моему это будет длиться бесконечно тем более у афк ддшка но сейчас ничего личного контролит аптеку все таки ого ничего себе у нас дальность визита я прям первую вижу такой радиус это реально много но у афка более прогресс ситуации как раз кистов что резиста нету высасывает тихонечку из него все соки ничего личного и должна в к умирать хотя это это тяжело потому что две едины когда бодаются друг с другом это выглядит достаточно забавно и я могу сказать что только совершал дроп изначально которые включили игроки ничего лично у нас включил насколько понимаю дашку от афк включил ддшку изначально и по итогу вот сейчас афк более выигрышная ситуация такой немного я бы не сказал что она выигрышна потому что нет аптечки сейчас у него как как у его оппонента но афка уже просел так неплохо не знаю знает ли это ничего личного увлекательно афка смотри заканчивается ддшку он должен умирать но и и дашка в свою очередь спадает ничего лично но ну там нет нет афка будет умирать здесь любом случае я думаю подрывается правда ничего лично включает уже аптечку и это дверь заканчивается тем что есть у нас первая доставка 10 ничего лично ворвать вперед я думаю что нужно сразу девать и фк краску какую-нибудь по типу ирбиса или что-то из новеньких модулей также ему неплохо подойдет ничего личного пользуется тем что его соперник в гараже причем вка достаточно длительное время там проводит вижу я что девайтом молод и красочку скала причем скала у него не сказать чтобы качаная тем не менее не получается у него пока ничего противопоставить потому что включенными на ддшку надеющиеся на то что солью и всего в капросе нету ирбису все-таки не очень популярный резист раз танком сообществе ну смотри если честно то я думаю что лучше езида на этой карте ничего не может быть ты просто причинишь эту карту ужасно маленькой просто в лобовом столкновении ты проигрываешь только из-за того что езида не только наносит урон но и собственно компенсирует весь твой урон за счет того что просто вылечивается души аптечка есть а пока уже смотри совсем все у него плохо он умирает это будет 3-0 если честно я думаю что это возможно даже будет в одну калитку у нас но этот раунд так точно ну да я согласен с тобой что лучше езида на зоне вряд ли что-то можно предположить быть может только если смог он на день ну возможно какая-то да смог тут неплохо бы заходил за счет частых сбиваний корпусом там грамотный грамотных мин на карте но афк пока кстати не так плохо вообще получается у него есть аптека и 3-1 это просто была ошибка ничего личным я не знаю правда почему не поехал сразу за флагом а зачем ты начал ехать и пытаться убивать афк афк тратит еще один заряд молота и я ничего лично просто может бегать под катет афк а если афк его догонит когда им то он еще лично будет преимуществе . на вас можете лечиться об него все-таки баллон афк не бесконечным может даже тот же кинт бы подошел он не так плохо против визиты ничего лично сейчас очень странно он не на час умрет да я не знаю что это было честно говоря какие-то и уранди ортона с фейсом такие же были на самом деле ошибки вот чувствую индивидуального характера по сути а нас немного воды на самом деле но смотри включает средств дешку именно ничего лично не должен умерать тут это очень странно потому что дробь сейчас падает очевидно не контролит его игрок ничего личного потому что проигнорировал просто факт что возможно сейчас упадет это плохо потому что пока собирает полный фулл и будет уже возьмем это реально лагер не завтра увагает он дергается не за сильно ли это видно на карте но по крайней мере нам со своего уютного гнездышка это прекрасно видно пытается фк проехать прямо таки по езиде и ничего у него не получается размен зачем ничего личного бежит это фк когда у того заканчивается броня наоборот надо давить его да надо подождать что это же ну я не знаю если ничего личного это не мешает значит все нормально но лагер точно есть я не понимаю почему он ждет ну как бы у него была аптека он мог просто поехать и вернуть теперь фк есть дашка я уверен в этом просто включите как только будет какой-то контакт ничего лично у нас плохой ситуации дашка сейчас закончится вот может он видит дашку которая падает заднего но увидит ли он ее нет не увидит скрепом 30 процентов от изида поэтому не так мало в любом случае а пока сейчас в любом случае в аншоте чего личного просто нужно попасть да так и происходит и счет нас будет 33 забавно но честно это просто на ошибках ничего личного пока что ставить эти три флага я действительно не знаю зачем он при преимуществе в три флага старался как-то ехать на афка и отбирать у него свой флаг когда мы же просто вас играть на удержание и краска тигр неплохой вариант и неплохо она у него прокачена фриз по крайней м4 а тигр 11 из 20 ушек на микро прокачек скажем так кстати я не скажу что это прям такие удачные выбор пушки почему потому что пока у нас в скале а в скале как известно и от фриза есть резист мне не очень большой нож в любом случае резист есть игнорировать этот факт и глупо и поэтому еще раз дэшку он включая при том что там есть аптека ничего личного рискуют просто дать вторую половину раунда просто салат он будет умирать и я думал что афка вообще проблем до конца раунда если честно с помощью спам может повезти да вот везет из помню еще лично ну как везет нарезка по стране посмотреть пока просто его раздамажит очередной раз он включает дэшку фриз у нас и ничего не может делать он просто пока пока просто будет бегать от него нету ничего личного аптеки насколько мне известно нет отечка все таки есть теперь ее нету но поможет ли это но сейчас будем смотреть при том что в к может еще мину под себя подложить я больше чем в этом уверен что она у него имеется в запасе но почему-то он решил что стоит ему поехать ничего лично очигашка что еще сказать очень странно почувствую что игрок знаешь так думать я выигрываю давай-ка я ошибусь на ты увезешь или сравнять счет будет именно ничего лично выходит вперед она это имеется ввиду что смотри просто фоказал ночью на самом деле поле логично как здесь победа ничего лично потому что он здесь посильнее он смотрится нежели его оппонент но в любом случае ошибки достаточно из одной из другой страны этом игрокам следует разбирать их афк сейчас жалуются на лаги но вот по крайней мере я не видел лагов у ничего личного то пока да действительно страдает 28 секунд остается чего личного подхватывает так не знаю повезет для фоказ средством везет ему средством не знаю есть аптека а ее 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 я не понимаю как это произошло возможности тех же пресловутых лагов но пока уже точно не успеет мог он сливать сейчас ничего личное просто поставить ложок так или иначе раунд заканчивается заканчивается он в пользу ничего личного и 4 3 очень странный раунд на самом деле у нас пришел да очень странный раунд действительно и ничего личного контролировал полностью всю ситуацию потом внезапно отдал все преимущества которые у него было и афк не знаю возможно какой-то джентльменское соглашение у них было друг с другом я не знаю чтобы игра интереснее пошла давай я тебе отдам три флага чё ж такое но потом пойдем на перекресток пойдем где как мы видим может быть все что угодно дуэль изит на перекрестке чего можно еще желать в этот поздний вечер там изида на мой взгляд изида на перекрестке вообще никак не котируется но афк действительно лаги и большие возможно стоит судим обратить на это внимание не ну так если ничего личного данная ситуация устраивает что судьям то вмешиваться в их не процесс увлекательной игры да остается у нас афк в скале ничего лично состоится в тигре пока решают не переодеваться не полить скажем так свои возможно какие-то стратегии кто их знает я бы на месте ничего личного дел бы сейчас изида ну потому что скорее всего афк будет одевать какой-нибудь зевс есть у меня такое предположение ну хотя мы видели как фейс пытался передумать рэнди ортона и не совсем у него тогда это получилось сейчас посмотрим сейчас уже будут длиты через 10 секунд и мы с вами увидим на чем будут у нас игроки и это часть этих 장 allo themY pictures да дали то происходит и будем наблюдать нечего и ничего не меняет игроки они qui ничего личного подольше нас в гараже содержался а вижу я гром а при том что ни у одного не не у второго игрока нету резист друг к другу это интересно то что гром на самом деле намного сильнее здесь за счет со сплаш урона но и имеется ввиду дальней дистанции вообще и конкуренции по крайней мере против тенца но в ближнем бою афк имеет все шансы победил по соперника но вот карта специфическая для грома просто тут вот в эти трупы танков непонятно как попадать ну что я тебе могу ответить на это что как раз таки это одна из любимых карт для громоводов но вот свое время играл я замечательными людьми был такой игрок человек дело и танечка дети которые сейчас вроде как санечка у нас уже вот и они действительно умели играть на этой карте прекрасно понимали все плюсы и минусы свои пушки именно грома и вот именно на зоне у них игра вызывала наибольшие вот скажем так умиление афканас решает слова дерева ну дальше и потом потому что и трубу это это очень странно так вот эта карта на самом деле чем хороша что здесь нету прямых прострелов но здесь грамотный грома вот всегда найдет место для сплэша псори просто с двух граммов буквально он может разносить час афк причем афк так и не одел сейчас ни из убруда никакого-либо другого резиста вот грамма ничего лично продолжает царить любом случае ведь тоже не так мало сносится с ничего лично эти скажу но это краски потому что резистов на карте друг от друга у них не имеется вот нужно пока сейчас призадуматься об этом то видим что он переодевается очевидно и пользу конечно этим ничего лично буду стрелять второй факт я думаю ему стоит одеться нарезка а появляется у нас езида и появляется выбор вроде же это более чем странный выбор нету нету ты видишь то что ты фк просто как-то биснуть на пушке или какой радиус сейчас будет это просто что-то с чем-то просто на пол карты это едино промажут это я вообще считал что физида пушка ближнего боя вот афк меня в этом уже разубедил но я просто не знаю как афк подъехать сейчас к ничего лично прямо так да никак не подъехать и видел этот луч как он достает как он достает обалдеть я это я не знаю что такое луч большое у езида это такими темпами ничего лично просто нет шансов против афк и действительно вот как мы говорили езида получается действительно лучшая пушка для зоны не ну афк делал продажи это странно почему-то потому что вроде же не так много резиста того же грома и странно сейчас то что я не подобрал аптеку на центре да и мне проехал и он ну что что там я ничего лично может выиграть дуэль но не выиграет дуэль потому что нет ддшки он не попадает в упор со своего грома и это печально ну блин ну вот афк вот что это афк залагал ага здорово слагал и тактический лак был видимо с надеждой на то что ничего ничего тоже залагает но у них все продумано очередной раунд начинается в пользу ничего личного 3-0 афк у нас снова лагает врезается в деревья трубы он считается вот знаешь вот есть такие статуи например в станциях метро где можешь там потереться за что-то в данном случае можешь потереться за трубу но вот афк когда прижать мимо трубы постоянно об нее трется видимо это на удачу действительно пока 1 3 он снова выходит вперед причем просит все-таки судья у нас остановиться афк и должен афк ой нет ну тут из вариантов как неожиданно да нет ну ничего неожиданного тут тепло я думаю уже и афк не торопится использовать предложение судьи нет ну сейчас такой момент странно было письмо пошел переодеваться как-то ничего личного проезжает сквозь заборы это это скилл они мне казалось ну я не знаю насчет там странно было письмо вышел но в любом случае требование судьи должно быть исполнено афк не хочется я бы на уме сейчас поставил лагер сразу вышел ну сейчас должен был он обновляться но нет ну что ж ну ладно чемпионам закон не писан вот как-то так ничего страшного у нас смотри ничего лично одевает молот а почему-то афк не берет афк не берет афк ну да да ваня все хорошо все более-менее нормально я просто несколько не понимаю что делать афк смотри такими темпами он сейчас просто будет сквозь этого титана жига ну он уже луч свой проносит сквозь титана жигу осталось проходить только сквозь него а почему ничего личного уходит ты можешь сейчас его добить и сейчас то выйдет афк у нас с карты или он уже подзабыл нет 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 ты что подожди надо еще немножко он еще лично уже жалуется на лаги это может быть знак потому что афк должен обновиться ведь все таки судьи они но афк не выходит с карты он просто переодевается при этом он при этом он не вышел с карты то есть фактически требований суди выполнено не было и это влечет повлечет обязательно за собой наказание в том случае если он одержит здесь победу да в любом случае какой-нибудь штрафа у него конечно будет но вообще хури иди да исправил исправил сейчас фк видимо потерся в очередной раз об трубу одевает ухарек не ну прям лучше совсем какой-то большой просто видимо карты ему не хватало чтобы проехать рядом с трубой я делал хорек смотри как он не ну да исправил как-то не очень хорошо видимо не до конца он выключил свою закачку в торренте и в итоге счет он становится 6-2 да и вообще если честно хорек какой-то не очень выбор против молотой м4 он его почти ваншотит если попадает конечно если не ваншотит я точно не помню но по-моему афк сам у нас опытный игрок на молоте я видел его в дм турнирах постоянно на молоте по крайней мере он сейчас поставит фак этом ой опять труба била труба да у нас афк попадает в минус это будет счет 7-2 и выходит он из боя решил он все-таки обновиться но этот раунд точно уже ему не спасти и сейчас будет скорее всего становиться раундом 2-0 в пользу ничего личного и уже как-то афк надо готовиться скорее всего на следующий раунд возможно просто афк не увидел сообщение от оператора точнее от сути но я сомневаюсь в этом поэтому он написал исправил да скорее но он сам с собой наверное разговаривает ничего страшного в этом нет я не знаю не уверен что поможет тут перезаход ну да может не просто не поможет в том плане что надевает хорька просто ну хорек не совсем помогает против молотой м4 и викинга м4 но афк до сих пор лагает причем лаги очень сильные на самом деле по крайней мере с высоты это смотрится так но в любом случае эти лаги не только не играют ему какую-то пользу скорее играет ему только в минус да безусловно они вообще никак не играют они его мучают да и в итоге счет у нас 9-2 уже становится и я правда не понимаю совсем выбор хорька от афк не лучше подел какой-нибудь тогда уже диктатор ну или вася поделал до всего что в любом случае раунд закончится в пользу ничего личного да то есть уже у нас 2-0 и у афк все меньше и меньше шансов что-то противопоставить своему оппоненту по крайней мере в этом раунде так что же 29 и ждем следующего раунда будем надеяться что пока исправит свои ошибки ошибки в интернет-соединении может быть ошибка была выбрать того интернет провайдера которого он выбрал кто знает а я так скажу что не только у игроков начнет я на карте лаги появились пойду прямо в к что происходит быть может у нас спрашивают будет ли трансляции финал в том гром джуниор да скорее всего будет мы стараемся освещать для вас все турниры поэтому все возможно а у нас вот победители этой пары будет проходить на пару макс и гуар к сожалению пока не знаю результатов в бой а может знаю даже для вас посмотрю а вот рэнди ортон и фейс это прошлая пара будет в четвертьфинале у нас встречается с победителем пары immortal hero doc и mysterious там будет действительно интересная игра у нас остается 20 секунд до начала раунда очень интересно на чем у нас начнут соперники этот бой так начинается разбой и ничего личного снова одевает гром а вот пока пока у нас я не вижу на карте а пока у нас тоже одевает викинга гром до м4 правда ни одного из них а нет я вижу акулу у ничего личного с резистом от грома а вот афк игнорирует резист именно от этой пушки и начинает он в нано почему-то быть может это решим перестраховаться от молота сразу и как-то выигрывает дуэль будет уже подбирать флаг ничего личного и пытаться его доставить везет я бы сказал ничего личного с респом должен сливать афк есть тот не лагал ну ничего страшного зато ничего личного подбирает у нас почти фул на карте афк у нас выходит тем временем с нее и будут пытаться налаживать свое интернет-соединение все-таки играть с такими лагами я думаю самому игроку некомфортно если конечно не влияет как-то на него сейчас прошу а быть может мы давай сейчас кроме голосования только переспрашивая слово ключевое для него ключевое слово у нас восклицательный знак гром пишите его и в конце трансляциями для вас заиграем один инвайтик а пока у нас тут афк не спешит почему-то заходить на карту быть может он окончательно вышел с этого боя но по крайней мере счет у нас уже становится потихоньку и 3-0 мне кажется сейчас ничего личного труднее даже чем тогда пускать флаги ты не находишь вот ну тяжело очень проехать рядом с деревом с трубой миновать эти контейнеры не потереться обнивно это делал афк но удачи ему тут не нужна играет он один накат его сейчас будет уже и 4 флаг доставлять потихоньку ну пока на карте происходит не самые интересные вещи как ты вообще видишь баня будущее будущий межклановый чемпионат который у нас вроде как намечается на октябрь месяц какие у тебя ожидания вообще от этого турнира чего ты ждешь какие форматы возможно будут и если там фавориты на твой взгляд как-то ты далеко смотришь я бы лучше обсудил ближайший блиц на медиум кунгур ну ничего страшного фаворитов там будет достаточно мне кажется штуки 4 может и 5 афк кстати у нас возвращаются на карту давай поздравим его с этим счет уже 6 на к сожалению напоминает нам что таскать флаги действительно когда соперника нет не очень-то и красиво потому что это конечно правило по которым собственно игра продолжается в неравных составах в данном случае со составу против них и нет никакого но есть негласные правила всегда нужно оставаться дать человеком давать шанс для честной игры ведь для этого именно и сделал наш киберспорт потому что это площадка для честной борьбы но афк в очередной раз отправляется в гараж не знаю в гараж ли он вообще отправляется вот на то он точно исчез и ничего личного продолжает таскать флаги по факту на пустой карте да вижу афк одевает у нас и зиду не включает он чего вот так сейчас труба дашку на счет уже 80 на самом деле тут шансов уже на борьбе взгляд к сожалению нету я могу сказать что в 1 4 у нас будет значит противостояние ничего личного против макс с а фейс у нас будет играть против иммортала хирадов в общем очень интересная пара у нас получились в 1 4 так что обязательно следите за ними но ровно как и в любом другом турнире финальную стадию выходит нас лишь сильнейший поэтому надеяться что там будет что-то скучно точнее не надеяться бояться этого путь немножко пролить его очка раз одевать кстати и зиду да да фк одевает зиду и ту же продиджи которая повторюсь не очень хорошо спасает процентов 30 там имеется но не более того в любом случае афк отыграл хотя в один флажочек и может быть сейчас будет какой-то переворот я на это в любом случае надеюсь потому что не интересно смотреть за другой который длится всего три раунда тем более когда по факту сопротивления никакого нету на чтобы надеяться для фк цена турнир-то не кончится придет упадет им сетку лузеров там и продолжит играть поэтому ничего страшного если он прыгает тем более смотрю лаги он исправил больше но очень жалко жалко что вот так вот не вовремя эти лаги появились именно во время игры но это конечно хорошо что действительно из нижней сетки где есть право на ошибку в данном случае право вот на такое вот нестабильное соединение я их стрелка замечал за этим каком что он изначально почему-то подлагивает минуты 15 а потом начинает уже нормально играть возможно разгоняет он свой интернет потихоньку быть может компьютер у него действительно перегрелся слишком много он сегодня играл в танки поставил на какой-то холодильник или в морозилке сейчас играет чтобы было ему полегче ну 9-1 на свежий счет цвет да ну теперь уже точно фк не сможет отыграться потому что еще лично будет просто держать флаг не давать вернуть или просто держать постоянным размене а пока но этот луч на самом деле это как прям луч надежды на пол карты но действительно вы изида м4 какой-то просто нереально большой луч вот этот вот красный мне почему-то изида напоминает звездные войны там были такие лазерные мечи как-то как-то очень похоже скорее знаешь какие-то энергетические залпы знаешь это более правдоподобно звезда смерти да быть может ты звезда смерти почему нет ну просто мечи то они были прямые а тут он какой-то изогнутый макароны скорее это плетка какая-то лазерная но я и не видел воинов в стягает своего соперника говорит иди сюда я тебе расскажу как моя пушка нагибает видимо у ничего личного посильнее будет дуло и он сейчас будет выходить вперед уже 10-1 хотя фк стремится опередить его но то есть аптека но в любом случае две минуты 10-1 но пока уже нет никаких шансов в любом случае надо отыграть матч до конца поставить пару флагов престижа хотя даже держать себя в тонусе хотя бы пытаться это делать в тонусе проигрывая 10-1 и 10-2 не очень себя поддержишь но всякое бывает я думаю что прекрасно понимает что еще один шанс у него есть и не стоит сейчас расстраиваться все еще впереди причем если он действительно сильный игрок то ну и должно быть проблем с тем чтобы пройти как раз таки по этой сетке лазеров потому что очевидно что туда будут падать не самые сильные соперники из тех могли быть но пока да конечно пока там не не кажется что там очень сильные соперники туда упали ну хотя рэнди ортон достаточно неплохой противник уже оказался в сетке лазеров но в любом случае все проходимо если умеете играть и знать карту и знать когда падут коробки ваня не забудь ну контроль дроп конечно тоже важно пока доставить все-таки со второй флаг и это успех ну действительно смыл он исправил лаги по крайней мере это уже не так плохо ну и в общем то 10 секунд у нас до конца остается ничего личного как я уже говорил проходит у нас на соперника в виде максе и будет уже готовится именно к нему до раунд заканчивается это значит что качеством в пользу ничего личного как в целом и вся игра а мы с вами уходим на небольшую паузу и будем уже разыгрывать инвайтик для вас а мне подсказывают что мы разыграем его сразу